Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Отличное интро. Прямо таким аватаровским пафосом от него веет. И надо сказать это все очень внушает. Кроме того, в очередной раз отмечу, что озвучка в этой игре довольно-таки хорошая. Так что довольны будут все. Локализация просто образцовая. Зафиксированы внешние повреждения. Криогенные камеры в опасности. Камера Омега-5 приведена в действие. Экстренная активация нанотрита. Три, два, один. Контроллер нанотрита приведен в действие. Собственно наш герой очнулся спустя практически 100 лет после удара астероида о землю в своей криогенной камере. Как мы видели еще в обзоре. Как вы видите, текстуры стали гораздо лучше, чем то, что было в первых версиях. Потому что я все настроил под себя. Мне неоднократно присылали конфигурационные файлы, которые сильно улучшают графику. Я поставил самый лучший. Так что, я думаю, довольны будут все. Так, как вы видите, остальные ребята в криогенных камерах приказали долго жить. И это печально. Проводится полная диагностика. Внешние герметичные затворы разблокированы. Безопасный выход. Подтверждение. Затвор на двери разблокирован. Все, выходим. Чем-то непередаваемо по лаутовским вейт. Вот от этой катсцены. Прям даже не знаю. Так. Ну и что? Мы все на той же дамбе. И все так же идем вперед. Почему-то опять появились подгрузки текстур. Это, видимо, все-таки прерогатива игры при записи фрапсом. Потому что только что проверял. А без фрапса все было гораздо лучше. Ну ладно, это нам не сильно мешает. Так что, я думаю, мы это переживем. Тем более, что буквально на днях выйдет патч этот исправляющий. Это уж... Эй, ты! Иди сюда! Иду, иду. Это уж ничего не поделаешь. Такова прерогатива фрапса. Играю я, кстати, на клаву-мыш, как видите. Хотя обзор делал, когда играл на геймпаде. Но потом я так поразмыслил, подумал, что играть в игру отойди на геймпаде. Это буквально богохульство. Здесь опасно. Залезай. Ну, вы видите, да, вот, текстуры колес, скажем, выглядят гораздо лучше, чем были в той версии. Да и, собственно, текстуры всего. Детализация кабины, кстати, довольно-таки хорошая. А, текстуры, субтитры надо включить. Я и забыл. Пардон. Потому что некоторым это очень важно. Ой, куда я пошел? Так, субтитры включено. Хорошо. Потому что если вдруг я буду заглушать, как вот сейчас, их голоса, то вы хотя бы прочитаете. Правительство дает кучу бабла. Что? Ты даже не знаешь ничего о правительстве. Короче, я смотрю, ты вообще нихрена не знаешь. Добро пожаловать в будущее. Парень нас спас. Сейчас мы едем к его убежищу. Держись, бандиты! Первую серию постараюсь пробежать как можно быстрее, потому что все это вы видели в обзоре, и проходить одно и то же по второму разу уже не так интересно, поэтому мы пробежим довольно-таки быстрее. Я думаю, за первую серию мы полностью пройдем все то, что было в том первом взгляде. Они как-то дома. Ищут своих дружков. Черт. Теперь у нас проблемы. А там кому-то не повезло, похоже. Нужно спешить домой. Узнав, что я сделал, они придут за мной. И за тобой. Пусть приходят. Увидимся в план, как вытащить нас из этой дыры. Так, и вот, собственно, наша заправка. Сейчас мы припаркуемся, возьмем задание и пойдем уничтожать бандитов. Кстати говоря, было очень много непоняток, почему именно я делаю это прохождение. У меня, как обычно, идет два прохождения, то есть одно прохождение хоррора и одно прохождение какой-нибудь новой игры. Это стандартный прохождение новых игр я делаю для людей, у которых либо нет компьютера, либо компьютер очень плохой. То есть охота посмотреть игру, но, собственно, поиграть в нее не имеет возможности. Поэтому, если кто-то уже играет в эту игру и не понимает, зачем я это делаю, вот, я это делаю не для вас. Ну, конечно, я думаю, это будет интересно не только тем людям, которые не играли, а кому-то будет интересно посмотреть свое истинно мое прохождение. Но все-таки это в первую очередь делается для тех людей, кто, собственно, не играл вообще в эту игру. Спасая тебя, я сильно рискую. Не только своей шкурой, но жизнью всех наших. Я не искал себе проблем, поэтому выжил. А ты уже проблема. Вот что нужно сделать. Иди к бандитам и убей их. Все просто, не так ли? Чтобы никого не осталось, кроме тебя. Возьми один из моих вездеходов в гараже и еще ту пушку и боеприпасы со стола. Да, спасибо, что леп не намажешь. Верни, послуживание, я не могу. В этом мире ценятся не слова, а дела, так что бери с прилавка... Ну, как идет? А, броню даст? Хорошо. Так что бери с прилавка пистолет и боеприпасы, садись на вездеход, отправляйся на север к убежищу призраков и не возвращайся, пока не уничтожишь всех. Хорошо. Отлично. И вот еще. Эти бандиты легкая добыча. Для тебя. Вы, люди из ковчегов, какие-то особенные. Ты не говори. Честь что только мы не прошли уже во время наших прохождений по разнообразным играм. Так что я думаю, справимся. И Дэн Хаград и видит. Так, собственно, едем к логову бандитов. Подчистим хвосты, потому что иначе все может очень плохо кончиться. И бандиты могут захотеть мести. Но прежде чем они захотят отомстить нам за своих убитых товарищей, мы их просто ликвидируем. Кстати говоря, управление техникой здесь довольно-таки хреновое. Допустим, квадроциклы в Хейл, скажем, в Хейл Рич, управляются гораздо более естественно, красиво. И физика, вообще движение там гораздо лучше. В этом плане игру, конечно, стоило бы доработать. Но ладно, в принципе, нормально, я думаю. Та самая машина. Та самая баги. Так, это что у нас? Стэнли Экспресс. Всегда нужный водитель. Готовый перевозить грузы. Прям как в фильме с Кевином Костером. Костером. Ну, собственно, в одноименной книге. Почтальон. Ладно, идем на территорию бандитов. Сейчас мы будем их уничтожать. Я думаю, это не займет у нас очень много времени, потому что я уже помню, куда там идти. Да, конечно, виды здесь просто настохренительные. Убежище призраков, хорошо. Эти татуированные вырубки, честно говоря, довольно-таки отвратительные. Ну, ничего, мы справимся. Так, тут нас учат обыскивать трупы. Интересно, а как на клавиатуре выбирать оружие? Ну, собственно, кроме кнопочек. Так, тап, это у нас инвентарь. Хорошо, ладно, походу разберемся. Пошли вперед. Пригнуться, С. А, вот, собственно, понятно. Кантрол, это у нас выбирать патроны и выбирать вооружение. Кстати говоря, видимо, те кулаки с заостренными шипами на них были прерогативой Wasteland Edition, а в обычной версии у нас обычные перчатки. Это хорошо, это меня радует, потому что те страшные перчатки меня, честно говоря, сильно пугали. Они как-то очень уж неудобно выглядели. Так, ну что, прыгай. Давай. Ну, с мышки-то, конечно, стрелять гораздо удобнее. Это очевидные вещи, отрицать я не буду. Но, в целом, эффект присутствия на геймпаде лично для меня после стольких... Блин, все забываю, что на C сидит. После стольких лет игры на геймпаде и на консолях, мне, конечно, играть на консолях довольно-таки комфортно. Хотя целиться все равно неудобно. И после Battlefield 3, скажем, охота сшибать головы. Ух ты, блин. А-а-а-а! Хе-хе, психопат! Допонтовался называется. Только сказал, что охота сшибать голову, и мне самого чуть не спилили ее только что. Скотина. Блин, чувствительность не моя, она будет ее попозже настроить, как-нибудь под себя подстроить. Что-то она больно какая-то большая. Ну, ладно, может и привыкнем, посмотрим. Где-то здесь на первой локации, кстати, Есть скрытая пасхалка, практически полноценный уровень из Вольфенштейна 3D, с его графикой, довольно-таки красиво выглядит, в смысле прикольно. Кроме того, есть в этой игре, я видел на ютубе, пасхалки из Дума, из Клейка, тоже полноценные уровни, собственно, выглядящие как в той самой оригинальной игре. Это тоже довольно-таки круто, но я думаю, я их показывать не буду, лучше посмотрите на... Лучше посмотрите на ютубе, потому что там довольно-таки сложная последовательность действий нужна. И случайно это не получится, надо нажимать в определенном порядке определенные вещи, а иначе ничего хорошего не выйдет. Так, ладно. Не, ну график, конечно, просто отличный, кто бы что ни говорил. Мне все очень нравится. Рад, люблю, когда жертва все видит, и обещаю, тебе будет очень больно. Ладно. Вы присмеште? Так, интересно, что нажимать на клавиатуре в этот момент надо. Нажать Е, понятно. Шо! Прими заряд бодрости, братья, тебе понравится явно. Так, ну и что, мы опять на этой скотобойне. Этот мерзавец тут резал людей. Вообще здесь очень разнообразно, надо сказать, бандиты. Есть и какие-то английские, чуть ли не футбольные фанаты с разрисованными под британский флаг телами и тому подобное. И вот эти вот татуированные ребята. Враги очень разнообразные. Это не говоря уже о всяких мутантах. Так что внимание к деталям поражает. Ладно. Сохраняться тут у нас кнопка F5. Точно. Хорошо. В такие вот моменты понимаешь, зачем игре 20 гигов текстур, потому что, как вы видите, на каждой стене своя текстура, свой рисунок. Единственное, ну, плохо то, что они в итоге при фрапсе все равно подгружаются. Это меня, честно говоря, расстраивает. Но я думаю, они через пару деньков решат эту проблему. Потому что, честно говоря, с этим они налажали. Ой, ой. И так. Еще есть кто? А, получи фашист гранату. Упс. Пардон. Еще один готов. Хорошо. Ха-ха. Жаль, запикали. Жаль, запикали. Но будем считать, что... Нанотриты в нашем теле блокируют цензури, всю нецензурщину. Это потому что и нового объяснения я этом в игровой механике не вижу. Так, ладно. Короче говоря, где-то вот здесь, что ли. А, вот. Вот у нас уровень. Собственно, из Вульфенштейна, как вы видите. Его легче всего открыть. С остальными гораздо сложнее все. По крайней мере, одну пасхалку я вам показал. Как видите, это полноценный Вульфовский движок. Как обычно, там нет потолка. И вообще все в одной практически плоскости. Это круто. Ладно, выходим. В общем, такая пасхалка есть. Ладно. Идем дальше. Давай-давай, каскадер. Сейчас у меня получится. Упс, хорошо. Так, что я подобрал-то там? Во! Очень редкий кубок Вульф. Похоже, немецкий. Блин, это реально круто. Да чего же я все-таки обожаю вид софтвер. А, блин, это слова мне передать. Я их давний фанат. Так, все, кажется. Хорошо. Двигаемся дальше. Тут у нас плазма. На которой все равно ни хрена не прочитать. Даже с улучшенными текстурами. Все-все равно довольно-таки мукно. Мы ждем хайдифинишн пак, который обещали выпустить через полтора-два месяца. Если это кому действительно настолько важно, что они не играют в игру в результате того, что там что-то чуть-чуть выглядит не так, то подождите полтора-два месяца и будет вам счастье. А пока что мы ходим и зачищаем этот отель. Хорошо. И совсем не сложно. Отлично. Там еще один, по-моему, есть, если я его не убил еще. А я, честно говоря, не видел. Так, гранаты, бросить кнопкой Q. Необычно. Да хватит материться. Свернослов. Ха-ха. Ладно, нормально. Так, ну что. Идем вперед. Простите меня за то, что эта серия получается довольно-таки скучной. Это связано только с тем, что я уже играл, в принципе, в эту миссию. Поэтому говорить больно-то и рассказывать мне не о чем. Со следующей серии пойдет уже полноценный летсплей, где я ничего не видел. Будем познавать игру вместе с вами. Я думаю, это будет довольно-таки долгое прохождение. Хотя, в принципе, это, конечно, неполноценный открытый мир. Так, подожди. Вот. Ха-ха. На куски. Возьмем бухла. Это неполноценный открытый мир, поэтому пройдется она довольно-таки быстро. Это все-таки линейный шутер. Который только притворяется временами игрой с открытым миром. Но, тем не менее, это будет довольно-таки долгое прохождение. Я думаю, оно протянется как раз до Battlefield 3, по которому я обязательно сделаю летсплей коопа. А, возможно, даже и сингл. Если будет очень много запросов, мне, в принципе, не сложно. О, что-то, я кашу сейчас. Ну все, ладно. Вроде бы хорошо. Зачистили, короче говоря. И теперь возвращаемся. Можно уходить. Так, идем на выход. Нам дали первое достижение. Это круто. Охотник за привидениями. Гост бастерс. Блин, что-то, я не знаю. Ну вот, как народ, как можно не любить эту игру? Она такая крутая. По-моему, это просто прелесть какая-то. До чего люблю необычные игры и не похожи на остальные. Хотя, конечно, игра по-своему похожа на Borderlands. Но там все-таки была больше такой итерации Diablo, только от первого лица. Здесь же, скорее, просто линейный шутер с возможностью перемещаться между локациями. Хотя тут и есть небольшие RPG-элементы, но не в них тут суть. Ладно, возвращаемся к Дэну Хаггару. Доложимся ему о том, что мы ответили ему услугой на услугу. Так, это что у нас там? Сядем поудобнее. Я вообще-то хочу спуститься в канализацию. А где она? В канализации опасно, понял? Опасно! Там мутанты хранят все, что находят. Говорят, там много ценного. Только они это снимают с трупов. Блин, а? Давайте сходим. Пусть хоть что-то новое будет в этой серии. Если что, в принципе... Тихо. Если что, в принципе, я думаю, мы можем вернуться назад. Нет. Блин, это печально. Ну ладно. Что, кстати, плохо в трупах-мутантах, это то, что они исчезают после аудитства. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, у них кислота вместо крови. Но вот это, конечно, глупо. Это опять консольные издержки, чтобы не забивать оперативу. На компьютере бы уж могли как-то обойтись без этого. Так, ну ладно. В принципе, канализация здесь... Тихо. Канализация здесь не такая страшная, как, скажем, в Dead Island. Ну ладно. Эу! Твою мать. Там еще идут? Благо, они довольно-таки слабые. Все, нет. А, вон еще бежит, смотри. Ты посмотри, сколько их прет, а. Блин, еще. Падай, скотина. А, что-то мне перестает отмирать. Все, нет. Блин, еще. Сколько же вас. Вашу мать. Еще один. Да вы издеваетесь недо мной. Вы как саранча просто. Фу, вроде все. Надеюсь, по крайней мере. Так, тут у нас ничего нет, я так понимаю. Пойдемте дальше. А раз уже зашли и не можем выйти, то... Почему бы нет? Молоток. Хорошо, мы взяли инструменты. У нас осталось 17 патронов. Это, кстати говоря, довольно-таки печально. Неужели кулаками придется бить этих супостатов? Куда же я зашел? Это, по-моему, не очень удачно. Но да ладно. Как-нибудь справимся. Не впервые, не в такое говно встревали. И всегда, в принципе, были в шоколаде. Как бы там ни было. Ой, ой, ой. А! 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 Свали! Вашу мать! Давай сюда. Фу. Еще есть желающие? А-а-а. А-а-а-а. 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 А-а-а. 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 Ну ладно, будем считать, что это в порядке вещей. Так, ладно, но мне выбираться надо отсюда, потому что это... У меня уже патронов нет. Добром не кончится. Какого хрена я сюда зашел? Я думаю, это какая-то сложная локация. Твою мать! Ух ты, какие у меня кулаки кудовые. Хе-хе, ну ладно. Пошли настучим этим врагам. Ух ты. У-у-у-у, что я вижу? Круто. Что я взял? Э-э-э. Что-то вот этот, по-моему, мы взяли. Ладно, разберемся. Хорошо, но судя по всему мы закончили, потому что там уже вроде как выход. Да-да-да. Я надеюсь, я не очень далеко окажусь от своего квадробайка. Ну, не своего, конечно. Хагаровского. Да нет, вот он. Вполне себе нормально. С патронами, конечно, печально. Вижу, тебе удалось уцелеть. Ладно, будем знать, что в канализации очень опасно, и туда нужно ходить, подготовившись. И если ты туда зашел, то уже не выйдешь пока, а не доберешься до выхода. Так что, будем иметь в виду. Крутое квадробайк. Там было нападение на наше поселение, но, слава богу, они отбились. Сейчас мы сдадим квесты, я думаю, завершим на этом, на эту серию, а в следующий уже пойдет полноценный летсплей. В этой игре, я думаю, хватит всего и хоррора, и постапокалипсиса, и обычного забористого боевика, как было в этой серии. Короче говоря, игра довольно-таки разноплановая. Я все. Молодец, ты всем нам помог. Спасибо, вот тебе обещанная броня, но, как видишь, у нас проблемы. Да вижу. Хорошо. Скажешь, да. Я тебе очень благодарен, что ты спас мне жизнь. Спасибо. У тебя действительно есть все, что нужно. Боеприпасы, крылопалки. Если нет, поговори с Хариком. Он там, под старым знаком. Ладно. Поспеши. Если на нас снова нападут, припасы нам так понадобятся. Спасибо. На этом, ребята, я думаю, я завершу первую серию. С почином нас начинаем проходить эту игру. Я надеюсь, вам все очень нравится. Со следующей серии уже будет та самая игра, в которую я не играл. Будет слепое прохождение. Потому что так далеко я еще не заходил. В общем, на этом все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»